В зимнее время года герань зачастую вытягивается в хлысты, и немногие знают, как разобраться с этой проблемой. В этом видео я расскажу, как омолодить герань, разбудить спящие почки и размножить цветок черенкованием. Даже если герань выглядит сочно и пушисто в хлысте, выпускает бутоны и даже расцветает, ее надо стричь, даже если очень жалко. Не позволяйте геране цвести до середины марта, так как за время цветения герань ослабевает, и потом после обрезки будет очень плохо выпускать зелень, а цвести начнет аж в середине лета. Как только герань проснулась после зимы, действуйте! Убирайте все засохшие листья и цветочки, и сразу сможете увидеть, как сильно вытянулась пеларгония. Стволы будут лысыми и некрасивыми, поэтому обрезка нужна кардинальная. Обрезайте после каждой точки роста, это полосочка на стволе, которая является спящей почкой. Обрезайте смело, и куст станет компактным и быстро порадует вас хорошим цветением. А вот из обрезков можно сделать черенки. Вам понадобятся только молодые кусочки ствола и веток, в которых много энергии. Они легко пустят корни даже в обычной воде, быстро укоренятся и приживутся. Старые побеги не подойдут. После омоложения куста обязательно надо опрыскать и листья, и стволы с помощью эпина и полить комплексными азотно-фосфорно-калийными удобрениями. Это даст геране отличный старт для наращивания зелени и яркого цветения. А еще обязательно надо поставить герань после обрезки на солнечное окно, чтобы при помощи фотосинтеза герань получила много кислорода и развивала корневую систему. А чтобы герань лучше кустилась, ее макушки надо прищипывать. Делается это обрезанием или просто обламыванием макушки руками.